Ну это моя вина, это не их вина. Когда проект об амнистии обретет силу закона, зависит от депутатов Палаты представителей. Уже сейчас сюда много звонят и спрашивают, когда. Документ пришел 10 сентября. Сейчас народные избранники дают 99,9%, что он будет принят довольно быстро, всего в двух чтениях во время предстоящей сессии. По 13, 3, 250, 1. Всего на свободу должны выйти почти 1700 заключенных. Еще 3,5 тысячам сократят сроки. И вот любопытная цифра, сэкономить на освободившихся ЗК должны около 2 миллиардов рублей. Правда депутаты при этом утверждают, что принятие этого закона государство руководствуется в первую очередь вовсе не экономическими интересами. Руководствуется в первую очередь гуманностью в отношении тех лиц, которые совершили преступление. В народе, конечно, часто слышишь вот такие разговоры. Вот там дорого содержать и прочее, прочее. Ничего подобного. Ничего подобного. Только гуманизм. С 1995 года в нашей стране прошли 7 амнистий. Из-за решетки вышли около 38 тысяч человек. Кстати, почти только же у нас в стране отбывают наказания сегодня. Всего в Беларуси 23 колонии. Большая часть в Могилевской и Витерской области. Дело в том, что во времена Союза их строили там, где были крупные предприятия. Например, на Могилевщине ЗК участвовали в строительстве таких предприятий гигантов, как Белшина и Химволокно. Крупные амнистии на зоне еще называют «золотыми». В Беларуси такая была в 99-м. Из мест заключения было выпущено около 10 тысяч человек. Сократили сроки 25 тысячам. Сейчас все ждут такой же «золотой». Ее всегда ждут. Константин Степанец, Евгений Титко, Александр Зонов. Контуры ОНТ.